Борисом Смотровым Образы крестьян и деревенских пейзажей, полы задора и написаны в яркой декоративной манере, подчеркнутой условно футуристическим акцентом. Это своеобразный театр. В нем так лихо замешаны символы и образы отечественной культуры от Венецианова до Кустодиева. От иконописи до Малевича активно разлита забытая энергия народного гуляния. Я зачитываю анонс выставки. Плотный, яркий, насыщенный локальный цвет, упрощенная форма, почти плакатная, доходчивость композиции вместе с характерными сюжетами, взятыми из деревенского календаря, покосы, жатвы, песни, гуляния, придает картинам Бориса Смотрова черты пластических форм русского народного бытия. Вот что говорит сам художник. Соединение в душе художника мира видимого, реального и условного, несязаемого, уходящего в год тысячелетий, заложенного природой на генетическом уровне, есть форма моего существования в живописи. Так он говорит о себе. Солнце, свет, жизнь, цвет, суть моего бытия и творчества. Ну вот такая выставка. А говоря о Борисе Смотрова, это художник, признанный, но при этом постоянно развивающийся, уточняющий свою манеру. Приглашает участвовать его на выставках в Париже, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Сеуле, Харбине. Стал обладателем гран-при на общероссийские выставки конкурса «Золотая кисть» в 1996 году. Работы автора представлены во многих государственных и частных коллекциях. Ну, может быть, даже какое-то неоднозначное отношение к этому картине. Но, во всяком случае, глаз останавливается, значит, это хорошо. Но это личное мое мнение, я не специалист. Посмотрите картины. Вот такая выставка в Эр-Арте «Путь к авангарду» Бориса Смотрова. Все, всем пока. Продолжение следует...